Команда Кругосветки С чего начать знакомство с новым городом? Удивительно, но оказалось, что о своей соседке Пензе мы знаем мало. Наши города очень похожи и расположением на карте России, и размерами, и числом жителей. И даже если заглянуть в историю, и там мы найдем много общего. Достаточно много исторических связей с современным Ульяновском, потому что что Симбирск, что Пенза были основаны как оборонительные фортпосты русского государства от кочевников. Пенза была основана в 1663 году, она 15 лет помладше Симбирска. Так же, как и Симбирск, Пенза стала одной из самых неприступных крепостей русского государства. Но так же недолго и она прослужила форпостом. Так же подчинялась Казани. Так же в екатерининские времена получила собственное наместничество. Удивительно, но даже большие судьбоносные пожары в наших городах случились с разницей всего в несколько лет. А потому и внешний облик центральной части Пензы очень напоминает сохранившиеся дворянские уголки Старого Симбирска. Так же невысокая застройка конца 19 века, тот же архитектурный стиль модерн. Вот только в отличие от Ульяновска, Пензе удалось сохранить историческую планировку. А потому и ощущается этот город архитектурно цельным, красивым и уютным. Гуляя по его улицам, невольно думаешь о том, как мог бы выглядеть Ульяновск, не случись с ним в 20 веке в варварских 30-х и переворотных 70-х. Может быть, поэтому особое впечатление производит центральная площадь Пензы. Именно на этой площади и на части Лермонтовского сквера была основана в 1663 году город-кребость Пенза. И первое здание, которое было построено, одно из первых зданий, это была как раз церковь Всемилосливого Спаса. Сегодняшний Спасский кафедральный собор – это уже пятая версия той самой церквушки. Построен он был совсем недавно по проекту своего предшественника храма, взорванного большевиками в 1934 году. Пензе удалось то, чего не стал делать Ульяновск. Она вернула на место главный собор города. Теперь белокаменный красавец, венчающий пензенские холмы, ее главная визитная карточка, ее лицо и ее гордость. Почему именно важен вот этот первохрам? Потому что при основании города в 1663 году царем Алексеем Михайловичем была подарена чудотворная икона Казанской Божьей Матери, которая, начиная с этого времени, как была принесена крестным ходом, хранилась вот как раз в этом храме. С иконой Казанской Божьей Матери Пензенской связано много легенд и верований. Она исцеляла, ставила безнадежных на ноги, возвращала зрение слепым. Связывали с ней и то, что Емельян Пугачев, проходя через город, не тронул ни одного пензенца. Но все же главным ее чудом почитает не это. В 1717 году икона Казанской Божьей Матери спасла город от большого кубанского погрома. Когда кочевники приближались к Пензе, горожане спрятались за крепостными стенами и провели молебен иконе Казанской Божьей Матери. После этого вынесли икону к Никольским воротам. На город спустился туман. Когда туман рассеялся, кочевники только пятками сверкали, удирали, и они нападали на Пензу. Когда плененных кубанцев спросили, чего же они так испугались, те ответили, что не было никакого тумана. Вот только Никольские ворота распахнулись и увидели разбойники перед своими полчищами прекрасную, но грозную деву, выехавшую из Пензы на белом коне. В сопровождении двух благолепных старцев. Одного Плешевого, а другого Бродатого. И светоносными пачи солнца лучами, как пламенным мечом, поражающую нападавших. Отчего они объяты были страхом и бежали. С тех пор икона Казанской Божьей Матери объявлена покровительницей Пензы. В двух шагах от Спасского собора еще одно место, связанное с историей Пензы. В 80-х годах вторым секретарем обкома КПСС был назначен Георг Васильевич Мясников, который сделал очень много для Пензы. Он очень интересовался историей и открыл много памятников и музеям. И этот период в Пензе называется даже музейным ренессансом. Одним из главных творений Георга Мясникова стало обустройство оборонительного вала, который остался от крепости Пензы. Сегодня там стоит небольшой мемориальный комплекс, звонница с настоящей чугунной мортирой, частично восстановленный крепостной чистокол, а на обзорной площадке через дорогу памятник первопоселенцу, воину и землепашцу. Именно эти два начала решил увековечить в первом пензенце талантливый скульптор. Впрочем, скульптуры и памятники в Пензе – это отдельная большая тема. Московское шоссе, Московский тракт, Московская улица – они есть практически в любом старинном провинциальном городе. И здесь тоже есть своя Московская улица, но здесь это еще и пешеходка. Это место совершенно не похоже на те туристские улицы, которые нам доводилось встречать прежде. Очень длинная, прямая и необычайно широкая пешеходка. Луначарский сравнивал ее с Невским проспектом, а еще с седлом. И действительно, посмотрите на ее форму. Она спускается с одного холма и поднимается на другой, где ее венчает красавец Спасский собор. Благодаря этому с любой точки улицы перспектива открывается удивительно живописная. Еще один повод восхититься Московской – это ее архитектурный облик. Каждое здание – произведение искусства эпохи модерна. Миниатюрные дворцы провинциальной столицы. Двух одинаковых фасадов не сыскать. Каждый хочется рассматривать и изучать. Никакой точечной застройки. Современного стекла и бетона здесь не встретишь. А если вдруг и попадутся, то будут обязательно вписаны в общий архитектурный ансамбль. Впрочем, и современному искусству тут место нашлось. Вот такой красавец встретил нас на фонтанной площади. Этот парень, с душой нараспашку, открытый для дружеских объятий, в свое время поломал немало копий местных жителей. Одни негодовали и называли его уродцем. Другие восхищались креативностью образа кентавра. Третьи ломали голову над его метафорами. Мы не стали ничего ломать. И вместо того, согласно традиции, взобрались на спину гостеприимному памятнику. И крепко с ним обнялись. Нам кентавр очень понравился. Спасибо за теплый прием. По-моему, он расстраивается, что мы уходим. Эй, ну куда же вы? Кентавр – не единственный плод современного искусства на Московской. Например, его главный противник, мастер граффити Февралев, в свое время сам украсил улицу вот таким чудесным великаном. Впрочем, и этого милаху современники тоже восприняли неоднозначно. А вот другой объект нового пензенского искусства пришелся по душе всем. Пензенец или пензяк? Пензячка или пензенка? Если верить словарю, допустимы все варианты. Но жители пензы предпочитают вариант пензенец. Тем удивительнее, что именно пензяк Толстопятый называется один из самых любимых памятников пензенцев на Московской. Появился он тут не случайно. Предыстория у этого персонажа очень интересная. Эта история связана с известным переходом Суворова, Александра Васильевича Суворова, через Альпы в 1799 году. И когда солдаты перешли, все начали смотреть, и только ноги не были разбиты у пензенцев, потому что они надели носки с двойной, навязанной, с двойной пяткой. Суворов на смекалку пензенцев отозвался незамедлительно. Молодец пензяк Толстопятый. С легкой руки генералиссимуса прозвище закрепилось за жителями города. Те и по сей день на полководца не обижаются. А туристам предлагают потереть торчащий из дырки в носке палец или нос Толстопятого. На здоровье! А вот этого бронзового ювелира труд везде, где попало. У него и коленки потертые, и нос, и рука, и даже кошка за его спиной, и та, заласканная туристами. А все потому, что, по мнению местных барышень, скульптура эта приносит счастье в личной жизни. Вот только чтобы примета сработала, нужно не тереть, что попало, а встать лицом к ювелиру и через кольцо посмотреть прямо ему в глаза. Успех гарантирован. Есть у пензенской пешеходки и еще одна особенность. Улица Московская в городе Пензе славится вернисажем художников. Они здесь стоят каждый день, кроме понедельника. В любую погоду, в любой сезон, зимой, летом, весной, осенью. А туристы с разных городов приезжают сюда, именно на улицу Московскую, покупать картины и увозить красоту домой. У Пензы с изобразительным искусством вообще отдельная история. Во-первых, здесь находится художественное училище, одно из лучших в своем роде в стране. Во-вторых, с городом связаны имена многих известных художников. Константина Савицкого, Ивана Макарова. Наконец, здесь есть своя богатая картинная галерея. В этом году у нас юбилей. 130 лет назад была основана картинная галерея в Пензе. И поводом к ее основанию стало завещание губернатора Николая Дмитриевича Селиверстова. Он был большим любителем изобразительного искусства и мечтал, чтобы в Пензе была рисовальная школа, ныне это Пензское художественное училище, а также и художественный музей при ней. Первоначально в коллекции галерея было около 300 произведений искусства. В основном это были работы западноевропейских художников. Но были также и величайшие русские мастера – Айвазовский, Флавицкий. Сегодня в фондах галереи около 14 тысяч полосин. Наша коллекция представляет собой собрание разных художников XIX века. В основном имена они здесь представлены. И поскольку работы многоплановые, и представлены такие яркие имена, как, например, Репин, Шишкин, Крамской, некоторые из тех, кто приезжает к нам в гости, говорят о том, что наша галерея – Малая Третьяковка. Сравнение не случайное. Например, в Пензенской галереи можно увидеть подлинник известнейшей княжны Таракановой, кисти Флавицкого. Так она же в Третьяковке! Удивленно воскликните вы. И будете абсолютно правы. Хитрость в том, что мастер написал две версии картины. Та, что оказалась в коллекции селиверства, размерами чуть меньше. Но некоторые полагают, что за счет этого пензенская версия только выигрывает. Все внимание сосредоточено на драматичности сюжета картины. Еще одно полотно, которое никак нельзя обойти вниманием в Пензенской галерее, это портрет работы известного портретиста 19 века Ивана Макарова – «Девочки-сестры». На нем – внучки Натальи Пушкиной-Ланской. В девичестве – Гончаровой. Эта картина, можно сказать, одна из жемчужин нашей коллекции. И в ней представлен не только величайший талант Макарова, но еще одна уникальная деталь. Поскольку картина, можно сказать, передает нам приветствие с 19 века. Это отпечаток ладошки, который оставила одна из девочек-сестер, скорее всего, младший из них – Наташа. Увидев свой портрет, одна из малышек затронулась до еще не высохшего холста. Художнику так понравился этот импровизированный автограф очаровательной модели, что он не стал править картину. И не прогадал – след маленькой ладошки придает особый шарм портрету. Увидеть его можно при приглушенном свете и под определенным углом. Вот такой привет из прошлого. В Пензенской картинной галереи несколько разделов. Первый – это западноевропейское искусство. Второй – коллекция русской живописи. Важный для пензенцев раздел – мемориальный музей Горюшкина-Саркопудова. Это художник, имя которого неразрывно связано с городом. Он считается одним из столпов Пензенской художественной школы, наряду с Савицким, которому, кстати, галерея также посвящена отдельная экспозиция. В зале русского авангарда – богатая коллекция объединения «Бубновый валет». Но для нас откровением стал совершенно необычный зал галереи. Это экспозиция, которая дает возможность проводить экскурсии для людей с ограничением по зрению. Здесь выбраны яркие картины из нашей экспозиции русских и западноевропейских художников. И для того, чтобы проводить такие мероприятия, присутствует экскурсовод. Он рассказывает о картине. Картины можно потрогать руками. Здесь создан вот такой рельеф. И также есть описание картины на особом шрифте Брайля, который тоже дает возможность узнать название. Посетители исследуют полотно руками. Нанесенные выпуклые контуры дают представление об изображении на холсте. Экскурсовод подробно рассказывает о картине. Важно не только описать ее сюжет, но и передать атмосферу, эмоциональную окраску, настроение автора. Экспозиция в зале непостоянная. Периодически картины меняются. Границы для тех, кто может насладиться изобразительным искусством во всей его полноте, и для тех, у кого есть ограничения по зрению, постепенно стираются. Забота о людях с ограничениями здоровья – особая тема для работников галереи. Буквально за день до нашего визита пензенцы запустили еще одну специальную программу для людей со слабым слухом. Вот что значит искусство, доступное для всех. А ведь есть в Пензе искусство и менее доступное для широких масс. Правда, по причине его огромной популярности. Мы отправляемся в дом Мирхольда – музей и театр по совместительству. Шпилька про доступность с моей стороны не совсем справедлива. Как специально приглашенным гостям нам удалось попасть на спектакль легендарного пензенского театра доктора Депертутта. Депертутта – это персонаж любимого писателя Мирхольда Гофмана. Депертутта переводится везде-всюду, что, собственно, хорошо характеризовало самого Мирхольда. Он действительно успевал везде-всюду, и в императорских театрах, и в студии на Бородинской. Но это период его увлечения жанром дель арте, период увлечения древними театрами. И как раз наш театр является синтезом идеи Мирхольда. Псеволод Мирхольд, Пикассо от театра, революционер и реформатор, переосмысливший классическое театральное искусство. И при этом единственный, кого своим наследником называл сам Станиславский. В этом доме прошло его детство. Здесь собраны вещи, которые принадлежали мастеру и его семье. Здесь вам подробно расскажет о жизни и творческом пути театрального гения. Но главное, здесь вы сможете познакомиться с его искусством лично. Четыре дня в неделю здесь идут спектакли театра доктора Депертутта. И попасть на них очень сложно. Билеты на следующий месяц разлетаются в первые же часы после открытия продажи. Дело в том, что у нас зрительный зал находится в бывшем каминном зале семьи Мирхольдов. Зал небольшой, он включает всего 65 посадочных мест. Но, тем не менее, нам удается осуществить основные идеи Мирхольда на этой сцене. Потому что у нас стираются границы между сценой и зрительным залом. Благодаря небольшим размерам к этому всегда стремился Мирхольд. Он всегда стирал границы. Занавеса нет. Декорации и оформление сцены предельно лаконичны. В качестве универсального реквизита кубы и карты для игры в лото. На сцене только мужчины. Классические маски театра Дель Арта отсутствуют, но угадываются в характерах действующих героев. Актеры свободно перемещаются по залу, насколько это позволяет пространство. Дают похождения Чичикова по Булкакову. Древняя римская монархия, многоуважаемый Михаил Семенович, не была столь велика, как русское государство. Иностранцы справедливо ему удивляются. По существующим положениям этого государства, крепостные души, окончившие свою жизненную помощь, числятся до подачи новой римской сказки наравне с живыми. В репертуаре театра более 30 спектаклей. Среди них Шекспир, Пушкин, Салтыков-Щедрин, Островский и Булгаков. В ближайшие недели готовятся к выходу еще две премьеры. Все это силами 10 актеров. Они же по совместительству работники сцены и декоратора. Два года назад театр потерял свою главную музу. Наталью Аркадьевну Кугель. Создателя, вдохновителя, движущую силу. Но доктор Депертутто устоял, и с каждым днем популярность его только растет. В ближайшее время дом Мейрхольда планирует организовать онлайн-продажу билетов на спектакль. Если вы решите побывать в этом очень необычном театре, будьте наготове каждую четвертую субботу месяца. Именно в этот день открывается продажа билетов на постановке. А наша следующая точка маршрута на карте Пензы – город Спутник. Это город-курорт для жителей и гостей города. Здесь проводятся крупные фестивали. Здесь есть крупный парк, где дети могут покататься на аттракционах, поиграть. Есть трасса большая, где ездит паровозик. Можно покататься на велосипедах, на самокатах. Городом-спутником пензенцы называют новый микрорайон, появившийся на окраине Пензы 15 лет назад. Построенный добросовестно и по уму, спутник стал центром притяжения для жителей всего города. Сюда, на набережную, приезжает отдохнуть молодежь. Здесь проводят все выходные семьи с детьми. Летом здесь работает пляж и парк аттракционов. Зимой – каток на реке и трасса для тюбинга. Но самое главное – здесь постоянно происходит что-то интересное. Ежегодно в спутнике проводится крупнейший фестиваль фейерверков. Проходят фестивали «Конетель» и «Толстопятый». Если вы поедете в Пензу с детьми, обязательно побывайте с ними в этой части города. Кстати, для детей в Пензе вообще раздулье. Здесь есть совершенно потрясающий кукольный театр, планетарий, зоопарк, океанариум. Но мы в этот раз решили разведать менее известный для иногородних туристов маршрут. Мы отправились в приград Пензы, в экокомплекс «Козеевка». И нам захотелось там остаться, если не насовсем, то очень надолго. Огромная территория под открытым небом – центр для семейного экоотдыха. А по факту – лучшее место для того, чтобы подзарядиться позитивными эмоциями. У нас здесь трусятник, птичник. У нас есть контактная зона, где дети могут погладить животных, их покормить. Также у нас есть водоплавающие птицы, они находятся на пруду. У нас есть хищные птицы и, конечно, копытный ряд, он находится сверху. У нас есть там олени разных пород, то есть моралы, коровы разные, козочки. В таком месте любой взрослый становится ребенком. Мы ходили по эко-парку, общались с пернатыми и мохнатыми. И пытались понять, как так получается, что вот такое общение с животными неизменно делает человека счастливее. Мы брали интервью у африканского страуса, гладили необычных горбатых коров, кормили верблюдов с ушками и умилялись, наблюдая, как огромный красный бык, словно веселый щенок, играет в догонялки со своим другом – хозяином эко-парка. Нас угощали десятком видов самых изысканных сыров. Необыкновенно вкусные сметаны с ореховым вкусом, поели козьим молоком. Нам подарили море позитивных эмоций. И это не потому, что мы – команда Кругосветки, а потому, что здесь так принято принимать любых гостей. Вот эта территория, она появилась 4 года назад. Как бы на нее не рассчитывали, но когда люди начали ходить, и понимая, что территория должна быть немножко другая, у нас появилась вот эта парковая зона. В следующем туристическом сезоне в Хозяевке планируют запустить гостиницу и кафе. Совсем скоро уже будет достроен большой музейный комплекс, где разместятся музей самоваров и выставка ретро-автомототехники. В чуть более отдаленных планах – выход к реке и небольшой пляж. А пока сюда можно приехать на экскурсию или на веселые детские праздники. Вы ведь помните, ребенком здесь становится каждый взрослый. Расставаться с Пензой очень не хотелось. Чем больше мы находились в этом уютном городке, тем больше точек для обязательного посещения появлялось на нашей карте. Стало совершенно очевидно, что нам обязательно сюда нужно приехать еще. А пока, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, мы отправились в самый вкусный пенсинский магазин. По счастливому совпадению, он же – кафе. Шишки-орешки для Юли готовы. Кедровый кофе, кленовый раф, тыквенные латте. В шишках-орешках что ни позиция, то экзотика. В небольшом кафе всегда людно. И не только потому, что здесь можно попробовать необычные напитки или десерты. По совместительству, здесь еще и магазин, на полку которого такие удивительные продукты, как шоколад из кедра, красная икра из таежной брусники, кокосовый урбич, конфетки из сосновых шишек и кленовый сироп. Последний, кстати, главный пензенский сувенир. Особенно те, кто приезжает и хотят только пензенскую продукцию увидеть в подарочке, то есть вот им собирается отдельный подарок из паст, орешков, сиропов, урбичей, протеиновых паст. Вот все им складываем. Вот так много вкусного делается в гостеприимной пензе. А если еще вспомнить про сыры сакофермы, то сразу становится понятно, что с пустыми руками отсюда не уедешь. А значит, пензу обязательно полюбят и те, кому достанутся вкусные гостинцы от пензиков толстопятых. И все они обязательно захотят приехать в этот чудесный город сами. И, между прочим, правильно сделают. Пенза – это тот город, в котором обязательно нужно побывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова